Так, у меня тут небольшое приключение. В общем, вчера, когда встречались с ребятами на обратном пути, у нас, во-первых, у всех сотовая связь перестала работать, но это было глобально в LA. И вместе с этим экран ушел в такую историю, и пока ничего не помогает. Я уже почитал форумы, там ребята писали, что у них похожие истории были с экраном. Мы пробовали, рекомендовали вытащить предохранитель, который питает этот экран. Но, в общем-то, я это все попробовал вчера всю ночь, ну, как бы весь вечер с этим занимался сегодня полдня. Вот. И, в общем, все. Последняя капля – это теперь поездка в сервис, ну, потому что, блин, потому что надо это решать. И просто освобождать голову от этой, ну, от этой ситуации, потому что, ну, реально ни за что не могу сейчас сесть. Надо вроде делать урок для мастерской Саева, но я сажусь и понимаю, что я сейчас вообще не об этом, я постоянно думаю о машине. Вот. Так что сейчас я им, ну, нашел сервис, написал им смс-кой, что говорю, вот так и так, что делать. Они говорят, приезжайте к нам. Вот. Я написал, что еду, и они где-то через столько минут 15, то есть я уже пока был в дороге, написали, что у них сегодня все занято. Вот. Но, в общем-то, я это сообщение прочитал уже, когда почти до них доехал. Вот. Так что посмотрим, как сейчас, как сейчас они себя поведут. Вот. И, в общем-то, очень-очень-очень хочу скорее эту ситуацию решить и уже начать думать о чем-то другом, о более таких значимых вещах. Вот. Кстати, вчерашняя встреча, мы все, ну, встретились с Эльгизом, с Сашей, со Стэном по поводу съемок клипа. Все, уже все вроде обозначили, все поняли, поэтому... Так, кажется, ко мне идут, сейчас пообщаемся. Так, ну, машину приняли. В принципе, сказали, что это займет час или полтора. Вот. Я сказал, что буду ждать, чтобы, в общем-то, это заняло чуть-чуть, ну, побыстрее, да, времени. Потому что, когда ты говоришь, что ты, ну, можешь забрать машину завтра, ее и поставят в очередь на завтра. Вот. Окей. Благо, погода хорошая. На улице давно не был. Вот. Вот. Буду, буду ждать. Буду ждать. И даже немножко, да, буду ждать. И даже немножко сейчас мозги, ну, голова немножко освободилась, потому что, ну, я понимаю, что все, процесс идет. Я на него сейчас повлиять никак не могу. Вот. Поэтому можно заняться другими делами. А именно, значит, чем именно? Я вчера, у меня прямо какая-то проснулась такое желание, просто страстное желание снимать, снимать клипы. То есть, как я и говорил, что мне, в принципе, это очень нравится сама, ну, история со съемками. То, что благодаря съемкам ты оказываешься в необычных местах, знакомишься с интересными людьми, создаешь интересные вещи. То есть, я чувствую, что в эти моменты я самореализовываюсь. Вот. Но, по-моему, я вам уже говорил о том, что после съемок Wild Brigade я сказал, что я больше никогда не буду снимать клипы, потому что это был огромный стресс для меня. Но, но, что я понял? Во-первых, когда я говорил о том, что я никогда не буду снимать клипы, я скорее имел в виду, это как сейчас я понимаю уже, что я никогда не буду директором, ну, картины, то есть, человеком, который решает все организационные вопросы. Да, то есть, мне вот что нравится? Мне нравится собрать команду, мне нравится придумывать идеи, мне нравится, ну, в общем-то, креативить какие-то творческие решения, находить и так далее. Вот. А контролировать людей, с ними договариваться, там, о времени, о сроках, об условиях, ну, это совсем, там, не моя история. И спустя вот уже сколько год, даже больше, я, у меня вот это осознание появилось. Соответственно, я понимаю, что я хочу снимать клипы, вот, и я понимаю, что мне нужна для этого классная команда. Вот. То есть, как у нас сейчас с Nectar Frames происходит, то есть, мой партнер, Андрей, он, соответственно, больше такой, больше такой руководитель. Он, короче, он делает все то, что называется исполнительный директор, что входит в обязанности исполнительного директора. Он ведет проекты, он координирует людей, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А я, соответственно, ну, временно исполняя обязанности арт-директора, ну, отвечая за творческую часть, отвечаю за наше, ну, развитие, да, то есть, ищу, 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 ищу заказы, ищу вообще, что мы, что мы будем делать, как мы будем себя позиционировать, как должен выглядеть наш сайт, и так далее, и так далее. Вот. И в этой связке у нас замечательная, замечательная, в общем-то, связка и получается. Так вот, поскольку, поскольку я понял, что уже совсем скоро я буду в Санкт-Петербурге, а там, там, там меня ждет наша банда, и самое время, самое время, в общем-то, плотно заняться бандой, и одной из первых таких задач, помимо того, что мы записываем сейчас новые песни, это, в общем-то, съемка музыкального видео, и в этом направлении у меня есть уже некоторые идеи, более того, ну, я уже даже снял кое-какие футажи, да, для клипа, ну, по-моему, я вам говорил об этом, то, что вот я по пустыне ездил. Вот. Соответственно, я вчера прям, осознав то, что как я хочу снимать, что я хочу делать, я прям начал, как это говорить, как это сказать, быть, ну, так скажем, источником каких-то изменений, то есть я стал писать людям, стал что-то создавать, то есть если обычно, ну, зачастую, да, многие из нас работают как бы на входящие, то есть не мы инициируем что-то, а скорее нам кто-то пишет, и мы такие, окей, давайте это сделаем, вот. А, в общем-то, я начал как раз инициировать, и, вот, и, ну, понял, что у меня для этого есть много энергии, и начал, начал писать людям, спрашивать и так далее, и так далее. Причем я действительно понял такую вещь, что чем больше ты, чем чаще ты слышишь, и чем больше, точнее, ты слышишь слово «нет», что типа так не получится, так мы не сможем сделать, с каждым новым «нет», тебе это все меньше и меньше начинает останавливать. Во-первых, вырабатывается некий иммунитет, да, такое спокойствие, хладнокровие, ты понимаешь, что я добьюсь своей цели, если, ну, не так, то как-то иначе, я не знаю как, но как-то иначе я добьюсь своей цели. Ну вот, и, в общем-то, ну, и поскольку на практике это все подтверждается на моей, то у меня вырабатывается такое спокойствие, то есть я слышу «нет», и даже если я не вижу дальше, что делать, я просто начинаю, так скажем, сидеть на стуле в направлении своей цели. Вот, да, а следующий момент – это то, что я как раз вот тоже благодаря Петру, по-моему, узнал, да, точно, на его встрече в Санкт-Петербурге, он там рассказывал про то, что почему, ну, те люди, которых мы там называем успешными, почему они не стрессуют от каких-то сложностей, потому что у них настолько большой спектр для пробования чего-то нового, что они просто не успевают сконцентрироваться на неудачах, то есть потому что что-то не получилось, но у тебя уже в голове что-то следующее, ты уже думаешь не о том, что, блин, короче, что-то все не так, а думаешь о том, ага, так, а вот для вот этой задачи что мне надо сделать, вот. И, в общем-то, сейчас у меня похожая история, то есть я даже получая какие-то, ну, условные «нет» или «ой, это сложно», или «ой, а что-то еще», у меня сразу куча-куча-куча каких-то других задач, на которых я и концентрируюсь, и это помогает, ну, не думать вообще о том, что типа что-то не получается, хотя по большому счету, что значит не получается? Получается у нас все, но просто есть вещи, которые идут не так, как нам хочется, да, а что такое нам хочется? Это наши хотелки, это наши ожидания, но опять-таки вселенная лучше знает, как все должно происходить, вот. Поэтому все получается, даже если что-то задуманное, да, там, ну, как бы вот ты хотел это сделать, и тебе все говорят «нет-нет-нет-нет-нет-нет», вот, это не значит, что что-то не так, вот. Это просто говорит о том, что ты идешь не своим путем, да, то есть расслабься, посмотри вокруг, перестань как бы сильно концентрироваться на этой задаче, просто скажи, что я хочу это сделать так или иначе, и, ну, расслабься, отдохни, и ты сам увидишь ответы, которые тебе начинают приходить. В общем-то, для этого, часть для этого и созданной медитации, вот, я уже первый опыт получил с Генри, действительно, я почувствовал после этого, я как бы почувствовал себя более чистым от какой-то информационной нагрузки, то есть почувствовал себя, ну, да, ну, как бы свободным от посторонней информации, и сразу у меня стало более такое ясное видение того, что я хочу, куда я хочу двигаться и так далее. Вот, поэтому, благодаря Генри за вот эту вот историю, поэтому у меня появилась вот уже такая предпосылка, да, к изучению медитации. Если раньше я не понимал, для чего это, я думал, что медитация это, ну, грубо говоря, такой способ почилить и расслабиться. Вот, а на самом деле медитация это, походу, про то, чтобы искать ответы, разбираться в себе и так далее, и так далее. Вот это очень интересно. То есть я начинаю видеть в этом практический смысл. Кстати, касаемо Генри, конечно, вчера такая не очень приятная ситуация случилась. Вот, мы когда с ребятами были на встрече, уже собирались, ну, ехать обратно, то есть мы все сидели в машине, и мне написал Генри, и говорит, Андрей, можешь помочь мне там, типа, девушку надо встретить из аэропорта? А он, ну, он не успевал, он был за городом. Вот, я такой, ну, короче, написал, через сколько надо быть, и Генри говорит, ну, уже вот надо ехать. Я, соответственно, быстро ребятам, ну, я говорю, ребят, хотите со мной в аэропорт поехать? Ну, они отказались. Я такой, окей, значит, сейчас мы поедем, я сейчас всех отвезу. И после этого, ну, и написал Генри смс-ку. Типа, что Генри, сейчас я освобожусь, и тебе точно скажу, смогу я помочь или нет. Вот, и, в общем-то, как только мы с парнями начали ехать, вот это случилась история с компьютером в машине. И когда я позвонил Генри, точнее, я ему не смог даже позвонить, потому что связь не работала, он мне прислал ММС-ку с контактом девушки, которой надо было позвонить. ММС-ка тоже не открывалась, ну, потому что это через интернет она качается. Я, в общем, через полчаса, ну, смог дозвониться до Генри, там связь, ну, она периодически попадала, появлялась. И, ну, и говорю, Генри, слушай, у тебя связь нормально ловит? Он такой, да, да, нормально. Я говорю, блин, у нас тут, короче, коллапс какой-то. Вот, и... Ну, и Генри, короче, в этот момент сказал, да, перезагрузи телефон. В этот момент я реально себя почувствовал... очень, как бы, не классно, точнее, я почувствовал, что Генри подумал, что я что-то это самое... замутил какую-то отмазу. Потому что, когда тебе человек говорит, перезагрузи телефон, он, как бы, ну, думает, что... типа, ну, неужели, что ты настолько туп, что в первую очередь, как бы, ну, что не додумался об этом. Вот, естественно, это... каждый здравомыслящий человек делает в первую очередь, да, когда что-то не работает. Вот, я говорю, да, Генри, не, я перезагружал тут. Типа, вообще, ну, связь не ловит. То есть мы, ну, не могли даже маршрут проложить. А потом еще вот эта история с навигатором в машине. И, то есть мы банально, ну, ну, не то, чтобы не могли ехать, но поскольку навигация не выводилась на экран, то есть мне надо было в правой руке держать телефон и так далее. В общем, такие, ну, не классные заморочки. Вот. И, ну, прикиньте, как это для Генри звучало. Такие отмазы, что, типа, Генри, у нас тут связь не работает. И еще компьютер на машине не работает. Ну, блин. Вот, и, типа, когда я доехал до дома с телефоном в руке, да, в одной, я Генри написал смс-ку о том, что, ну, ну, как бы, типа, вот, сорян, там, не смогу приехать. Вот, Генри ничего мне не ответил. И, ну, такой, короче, осадок и остался. Вот, немножко, немножко переживаю по этому поводу. Вот, но... Не знаю даже. То есть, с одной стороны, казалось бы, я ничего ему не обещал, но все равно. То есть, вот, мне настолько, ну, хочется, хочется ему помогать и видеть. Быть для него надежным человеком, да. Что вот неприятно, что я его в такой банальной ситуации. Ну, это же реально вообще какая-то такая простая дружеская, ну, помощь. Вот, я не смог ему помочь. Вот, очень-очень не круто, не классно, вот. Поэтому такая вот история, в общем, поделился своими переживаниями. В общем-то, да, уж ладно, если уж начали про такие, ну, типа, негативные моменты, тогда сразу, в общем, расскажу про все-все какие-то мысли, какие еще у меня есть. Я уже недели, наверное, три, ну, да, где-то так, не бегаю. Вот, это связано с тем, что у меня по-прежнему сохраняются такие неприятные ощущения в связках. Точнее, как, я их, ну, не то чтобы они не неприятные, но, так скажем, я их чувствую, да. То есть, когда ты, допустим, долго сидишь или долго лежишь, и потом встаешь, ну, или там садишься, в общем, какое-то меняешь положение, да, связок, ты начинаешь их чувствовать, что, ну, как бы, что-то они там есть. Вот, и это такой для меня показатель, что связки, ну, в коленном суставе, справа-слева от, как бы, колен. Вот, и, ну, в общем-то, я понял, что, ну, к счастью или к сожалению, не знаю, в общем, что надо, надо прямо хорошо восстановиться, и, судя по всему, это восстановление прямо продлится до моего возвращения в Санкт-Петербург, вот. Так что, немножко так меня это, ну, не то чтобы напрягает, но такой, ну, не знаю, то есть, блин, круто, когда ты каждый день, да, там, какие-то победы и достижения и так далее, и так далее. Ну, с другой стороны, будет хорошим тоже уроком, что не стоит геройствовать там, да, и просто там выходить на полумарафоны, когда у тебя еще мышцы не восстановлены. Смотрите, человек сейчас сзади вот стоит, который, да, листву подметает, он меня увидел где-то метров за 50 и перестал шуметь, вот. И, в общем-то, я подумал, да не, может быть, он просто отдыхает, вот, а он, ну, то есть, я когда ближе подхожу, он показал большой палец, типа, ну, в общем, реально для меня сделал, выключил, ну, то есть, остановился. Это потрясающе, то есть, это, вот, я снова чувствую, как Вселенная уравновешивает баланс, так скажем, когда я накинул немножко, немножко печальки, вот, снова появляются какие-то знаки, которые заставляют, ну, как заставляют, дают тебе возможность порадоваться. И сразу же я вспомнил, вчера еще мы когда ехали на машине, мы остановились на перекрестке, ну, как получилось, то есть, была пробка небольшая, и передо мной машина, она остановилась на перекрестке, и, соответственно, я встал за ней, то есть, мы вдвоем перегородили дорогу, и, казалось бы, водитель, который, ну, стоит передо мной на перекрестке, он, как бы, должен уже расслабиться, потому что я его сзади поджал, и все. Вот, а он увидел, что машины хотят поворачивать, и у меня, ну, назад, как мне казалось, не было возможности там сдать, вот, и, в общем, этот водитель увидел, что происходит, каким-то очень миллиметрить, ну, филигранным маневром свернул на обочину, заехал, ну, в общем, за линию разметки, которая, как бы вам объяснить, ну, короче, примерно, вот, мы стояли вот здесь, да, например, а он заехал сюда, только здесь вот эта линия, она еще была размечена вот такими полосами, сплошными, то есть, это, ну, грубо говоря, значит, что на нее нельзя заезжать, ну, только в особенно каких-то случаях там, да, вот, и, в общем-то, он туда заехал, соответственно, это позволило мне встать на его место и пропустить машины, это было очень круто, просто очень круто, то есть, то есть, ну, то есть, по сути дела, я создавал, ну, пробку, да, моя машина, но человек, который мог бы сказать, а, меня это не касается, он проявил инициативу и сделал, в общем-то, очень классный жест, вот, и после этого, ну, естественно, ну, как бы, когда я понял, что он вообще такой красавчик, я, естественно, его потом сразу же пустил, то есть, когда движение впереди идущих машин возобновилось, вот, он, он, соответственно, ну, начал встраиваться в мой ряд, естественно, ну, я его пропустил, и это, ты в этот момент чувствуешь, что все люди вокруг, это одна большая команда, вот, одно большое целое, это, конечно, потрясающая история, вот, пожалуй, пожалуй, на этом мы и закончим, потому что баланс восстановился сейчас, будем ждать готовой, готовой машины, вот, восстановленной, и, в общем-то, да, и поскольку батарейки на одно деление осталось, вот, говорю вам, до скорого. Так, ну что, сегодня, в общем, они сказали, не смогли ничего сделать с компьютером, сказали, что что-то, короче, заказали, это завтра придет, вот, попросили, ну, сказали, можно оставить машину сегодня им, а можно завтра привезти, ну, в общем-то, поскольку, поскольку у меня заканчивается авокадо, сейчас я решил, что сейчас возьму машину, в общем-то, и завтра с утра ее им верну, вот, а сегодня съездим еще в магазин, закупимся продуктами и так далее. Вот, такие, в общем, дела, но, но зато я пока ждал, сел в парке, обсудил пару дел, в том числе по клипу, и так, боковым зрением смотрю, спортплощадка, ну, в общем, время зрения потерял, а я использовал его с пользой, вот, немножко, ну, в общем, поделал упражнение, так, в лайтовом режиме, вот, так что, так что, все, все классно.